всем привет в этом видео расскажу немного о том как сделать прокладку на транзас экдис когда у вас уже установлены все карты апдейты на них вы начинаете делать вашу прокладку в данном случае у меня будет прокладка с одной якорной стоянки на другую мы будем переходить это миссисипи ривер с магнолия анкрич на 9-майл анкрич когда вы у причала вы там делаете прокладку от причала до лосмана от лосмана до лосмана от лосмана до причала вот чего начинаем заходим в task list root planning если вы делаете с нуля вы нажимаете new root задаете root name и через ray point editor начинаете проставлять ваши точки сначала вы проставляете генеральные точки а потом начинаете корректировать вставлять промежуточные корректировать координаты округлять насколько это возможно чтоб меньше секунд было чтоб удобнее было это все в пассаж план забивать потом так у меня уже готовы я захожу в лод магнолия анкрич то на инмайл анкрич кидает на генеральный вид так приближаем сейчас тут подтормаживает много карт в этом районе и где с немного подтормаживает ну давай же вот наше судно ну давай раздупляйся когда много карт некоторые экзисы подтормаживают это и так вот мой рут когда вы делаете с нуля нажимаете waypoint editor начинаете проставлять ваши точки основные потом промежуточные когда начинаете корректировать вы можете вставить промежуточную точку с помощью waypoint editor нажав на на ваш рут вставить точку убрать если не надо потом когда вы уже подкорректировали визуально все выглядит красиво в речке можно рут точки ставить посередине конечно по согласно колорегу надо придерживаться правого с правой стороны вот но лосман конечно же в основном будет идти им по центру речки то есть если вы по центру сделайте ничего страшного но можно чуть-чуть правее вот потом начинаете задавать имена своим . то есть у вас должны быть четыре основные точки это номер причала от которого вы отходите потом идут промежуточные потом пайлот бодинграунд точка основная там лейк чарлис потом опять промежуточные потом опять основная точка прибытия пайлот бодинграунд там египет александрия и опять промежуточные точки идут какие-то там по по фарватеру вы идете у вас там по любому будет промежуточные точки и конечная точка причал номер причала можете так задавать итак промежуточные точки какие имена лучше задавать промежуточным точкам если вы проходите по речке по фарватеру естественно проходите буи если есть на карте бои задавайте имена точкам название этих боев или допустим в речке есть такие бои обозначающие мили rdb mail 47.6 можете так точку ближайшую и назвать rdb mail 47.6 для чего это делается это делается для того чтобы вам удобно была потом забивать все в пассаж план и вам легче было ориентироваться по названию . ну что в пассаж план вы на отдельных листах забиваете от причала до last man на потом от лосс мана до причала потому эту от лосс мана до лос мана потом от лос мы надо причала чтобы когда вы сделаете экспорт рута когда вы закончите на экдесе сделайте экспорт рута и будете переносить точки в пассаж план вам там легче будет ориентироваться и перекидывать все это ваш компанейский пассаж план начинаете корректировать координаты потом океанские морские точки и секунды лучше убирать вообще округлять до нуля то есть стараться делать градусы и минуты в речке и в узкостях это невозможно так как 50 секунд даже могут сыграть роль если вы уберете до нуля то . прыгнет на лендере или на какой-то небезопасную там abstraction на щела вот и зону естественно румблайн у вас в речке автоматически просчитывается дистанс и курс портин старборд коридор для чего нужен то есть это задаете вы параметры насколько вы можете максимум отклониться от вашего курса естественно вы не можете там сделать 10 метров у вас постоянно будет и где спищать в океане в море обычно делать согласно мастер стенденд ордерс у каждого в каждой компании у каждого мастера свой стенденд ордерс обычно в океане это одна миля вправо одна миля влево в узкостях вы уже корректируете тоже согласно мастер стенденд ордерсу но иногда не всегда получается по мастер стенденд ордерсу потому что где-то очень узкие проходы где-то фарватер там рекомендуем и рекомендуемая ширина за которую вы можете выйти лимит и так но естественно ваш портин старборд коридор должен проходить только входить в него ваш рут ваш safety коридор могут только безопасные глубины никакие буи абстракшены разные стараться обходите чтобы не попадали в ваш рут когда вы все это подкорректировали задали все параметры идете сюда заходите в эту вкладку называется она extra data задаете ваш максимал вашу максимальную осадку максимум драфт укс согласно company policy какой там минимальный максимальный укс просчитывайте safety контур safety депт safety контур safety депт одинаковый как вы просчитываете это ваша максимальная статист максимум статик драфт плюс скот в зависимости от скорости плюс тайт левел и плюс чарта курсе кадзок как это уже когда вы забиваете в пассаж план потом вы вот эти параметры заносите вы по пассаж плану своему по своим расчетам смотрите какой safety контур safety депт у вас получается то есть аккурате можно посмотреть здесь кадзок зайдя таск лист чарт и нс аккурате а курсе кадзок и вот вы смотрите потом в пассаж план по точкам забиваете то есть 4 звездочки это by там погрешность идет плюс-минус я уже не помню этого этом по распечатки распечатав себе можете смотреть секс диск мануала распечатывается это и там какая погрешность при а1 а b cd и иногда она когда вы это все просчитали вы забили сюда safety контур safety депт вот эти вот все параметры забиваются в конце когда вы уже подготовили ваш пассаж план на компьютере то есть на экдисе сначала вы здесь все подготавливаете потом переносите ваш пассаж план все и когда у вас уже будут расчеты какой у вас safety контур safety депт должен быть вы его забиваете сюда и идете в чекрут в чекрут начинаете проверять ваш рут на опасности пугаться не надо сколько там 60 50 иногда 300 денджерс то есть там пересекаются всякие экономические зоны не все опасности основное что вам надо проверить это safety контур safety депт чтобы у вас острова естественно некая земля не попадала ваш курс бывают такие которые по островам проезжают вот тут она anchor prohibited это делаем фокус то есть ну anchor prohibited это у нас естественно за пределами якорной стоянки здесь anchor prohibited идем дальше restricted area restricted area то есть тоже это желтым высвечивается это как предупреждение не опасность опасность будет обозначаться красным светится красный фрейм то есть вот это самое главное для вас проверить ваш рут вот там где красный начинает светиться итак когда уже вы закончили со своим пассаж планом со всеми расчетами вы заходите опять же в таск лист мониторинг выставляете свои safety параметры shallow контур это обычно ваша максимальная осадка плюс максимальный сквот дальше по вашим расчетам safety контур safety депт вы это все проставили и можете на своем руте в рут планинги которые вы сделали нажимаем мониторинг все рут переходит в мониторинг сразу выходит уведомление и прочный critical point это но мы на точке стоим уже когда подходим к точке вы там выставляете параметры за 5 кабель то вы за один за два за милю вас предупреждают поворотной точке вес всем спасибо за просмотр и если было интересно подписывайтесь ставьте лайки будут еще видео всем спасибо пока